Формула успеха Формула успеха Формула успеха Формула успеха но жизнь, так сказать, определенные успехи имеются, победы также были достигнуты немалой ценой. Но это еще не конец, у меня еще есть планы, как и в спорте, так и в моей профессии, так же и в жизни, поэтому я не хочу сдаваться и предлагаю усилия, чтобы еще больше приобрести. То есть вы на пути, я так понимаю, если я правильно вас поняла, то есть вы продолжаете, продолжаете, и планы у вас большие, и это радует. Скажите, Александр, я знаю, что вы с детства верующие, правильно? И семья у вас также верующая. И вот такой интересный выбор, такой особый вид спорта, скажем, да. Вот скажите, для вас это что? Работа, только работа, или это профессия, или это призвание, служение, все вместе. И как, на ваш взгляд, вот миссия в профессии, возможно ли? Вот вы себя ощущаете своего рода миссионером, скажем. Да, конечно, миссионером я себя ощущаю, я не только себя этим ощущаю, я этим живу. Я этим живу, это мое призвание, я также работаю, занимаюсь, провожу работу с детьми и молодежью. Я закончил, я социальный соцвоспитание, так сказать, закончил в факультете соцвоспитания, и занимаюсь работой с детьми и молодежью. И да, я из верующей семьи, но у меня были, так сказать, и взлеты, и падения, да. И я этого не принимал. Разные периоды жизни, да? Разные периоды жизни были, да, я этого не принимал, потому что я думал раньше, что такое мнение у меня было, что в церковь входят только пожилые люди, старые люди, потому что они все равно скоро умрут, поэтому я уйду в церковь, вот такое у меня представление было. Но мне пришлось пройти через определенный путь, трудный путь, чтобы понять все-таки, что это не так. Путь с Богом, это верный путь, и надо искать истину. Истина сделает тебя свободным. Аминь. Слава Богу, это очень приятно слышать. Вот вы упомянули о том, что родители также у вас были верующие. Они как-то наставляли вас в жизненном пути, я имею в виду выборе вашей профессии. Не препятствовали ли они вам, когда вы пришли и сказали, вот я занимаюсь вот этим и намерен как бы продолжать? Ну, поначалу там мама немного вроде как бы возмущалась, там, да, там носы поломаны и все остальное. Но на самом деле бокс, это, бокс очень многое мне дал. Занятие этим видом спорта, занятие этим видом спорта помогло, то есть бокс помог мне сформироваться в жизни как личность, как личность, да. И бокс это благородный вид спорта. Это не значит, два спортсмена, два боксера, когда в ринге находятся, они не дерутся, они ведут бой. Они проводят поединок, вот так. И бокс очень многое мне дал. Я научился, что такое быть дисциплинированным, что такое дисциплина, иметь распорядок определенный, да. То есть даже не сдаваться там, где другие сдаются, идти на грани, так сказать, своих возможностей. Вот я этому научился, и это помогает мне в сегодняшней моей жизни, в которой я живу. Хотя и тогда очень важную роль в моем становлении сыграл мой первый тренер. Вот так, потому что я тогда был, ну, очень такой трудновоспитуемый, даже, так скажу, подросток. Вот так, потому что мой отец умер, когда мне было 11 лет, и меня улица, по большому счету, воспитала. Мама не могла меня держать под своим контролем. Вот так. И Библия говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы. Вот у меня именно такие сообщества и были, где я вращался. Ну, тренер помог мне, как сказать, он нашел этот путь, он нашел вот эти вот ниточки, за которые он тянул, да, что я его, я слушался, я слушался его, я прислушивался. Он когда собирал, не собирал даже, а мы когда после тренировки в раздевалке переодевались, он просто нам говорил, говорит, Ребята, вы должны в школе хорошо учиться, чтобы хороший аттестат получили, да, чтобы потом, когда будет у тебя хороший аттестат, у тебя, так сказать, двери будут открыты везде. Ты у тебя будет, ты можешь дальше учиться, да, то есть с хорошим аттестатом у тебя очень большие возможности будут в жизни. Вы должны также книги умные читать, потому что на том языке, на котором вы разговариваете, на таком языке не разговаривают, это не культурная речь, это жаргон. Я думал тогда, да, ну, какие книги там читать, там, туда, это какой-то бред, ну, то есть, ну, такое-то у меня представление тогда было. Но это было уже, там, сколько, 15-16 лет назад, да? Теперь большой путь, отличный. Да, 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 даже больше, даже, какое 15-16, 20 лет назад это было. И я до сих пор эти слова не забыл. Я до сих пор, я когда с ним встречаюсь, с моим первым тренером, он еще, слава богу, жив, дай бог ему здоровья и долгих лет. Я это ему говорю, и для него это приятно, конечно, слушать, вот это признание, когда его ученик, да, добившийся определенных результатов в жизни, титул, который завоевал определенные титулы, также говорит ему это, то есть, дает это ему признание, эту похвалу, да, то есть, для него также это очень приятно слышать. И поэтому я тоже в своей профессии или даже призвании, я бы так бы сказал, да, что я занимаюсь детьми молодежи, я помогаю им найти себя в жизни, чтобы они также задавались вопросами, а куда, что из меня должно получиться, куда моя жизнь катится, да, что ты вообще от жизни хочешь, то есть, задавать такие вопросы, как те, которые я задавал в свое время. Вот так. И на своем примере я также и помогаю им, может, и из них кто-то добьется высоких результатов не только в спорте, но также и в повседневной жизни. Какой ваш основной посыл для молодежи? И особенно тем, кто действительно вот сомневается, стоит ли не стоит заниматься, куда им податься, вот, может быть, какие-то советы вы могли бы дать, какие-то ключи, как узнать, в чем ты все-таки наибольший, да, можешь быть успешен и в чем твое призвание? Ну, занимайтесь спортом, друзья. Хочу сказать молодежи также, чтобы они занимались спортом, потому что именно спорт дает путевку в жизнь, то есть, не все, не каждый подросток станет, достигнет каких-то высоких результатов в науке, там, да, или там... Для каждого так или иначе? Да, да, так же и я. Я в школе был такой, когда учился, был хорошист, когда не учился, был троечник, когда не хотел там ничего учить. И я, и вообще из многодетной семьи, я родом из многодетной семьи, и у меня еще два брата и две сестры, мы, нас пятеро, и я самый старший. У нас такие моменты в жизни были, как там развал Союза и все, да, и то есть, там очень многие семьи бедствовали. У нас такие времена были, что не было достаточно финансов, чтобы купить хлеба. Вот такие вот моменты были. И бокс, этот вид спорта помог мне сформироваться в жизни, как личность. Я никогда бы не мог себе представить, да, в свои тогда еще, когда мне было 13-14 лет, что я когда-то буду жить в Германии. Я никогда и буду говорить по-немецки. Я, то есть, для меня это из области фантастики что-то было. Но также через терпение и труд все перетут. Именно занятия боксом открыли мне очень высокие, большие возможности, перспективы, да. И поэтому только так, только так все достается, так сказать, через труд в жизни. Поэтому я хочу также сказать и пожелать молодому поколению, подросткам, чтобы не сдавались, а предлагали усилия и достигали своих этих целей и результатов, которые вы хотите. Дорогу осилит идущий. Здорово, Александр. Вот такое мотивирующее послание. Вот действительно, слава Богу. Случалось ли вам проходить трудности? И как вы с ними справляетесь? Что вас мотивирует двигаться дальше? Где вы черпаете свои силы, свое вдохновение? Ну, это очень тяжело себя мотивировать. Очень тяжело. Знаете, когда я в 2014 году, в 2014 году порвал ахилл, сухожиле, ахиллецово, да, на левой ноге. Я думал, что все тогда. У меня, ну, то есть, все, на своей спортивной карьере став крест. Хотя у меня еще планы такие были. Я там такой амбициозный очень человек, и хотел у меня такие большие планы. Вот так. И меня это очень напрягало. Я даже где-то в депрессию впадал. Переживали, конечно. Переживали, переживала. Я в мае, в начале мая порвал ахилл. И только прошел там реабилитацию, курс лечения, всего остального. Ну, это, так сказать, для спортсмена, который всю свою жизнь в спорте, то есть, эти реабилитации все, ну, как бы, большого такого, ну, результата не дали. Не дали. И я в январе 15-го года, в середине января, опять начал тренироваться. Опять начал тренироваться, нагружаться по полной. Я понял, что, я помню, после первой тренировки, как мне кружилось глаза в голове. То есть, у меня такое чувство было, что я сейчас меня вырвет, да. Я думаю, вот это, да, сколько времени потеряно, оказывается, да. Наверстывать приходится. И как, да, и сколько всего приходится, придется еще всего наверстать. Ну, я не хотел сдаваться, вот эти амбиции, вот этот характер чемпиона, вот эта неотступность, они вели меня. Я хотел, хочу добиться высоких результатов в спорте. Вот именно это, может, и было, то есть, таким. Такой, да, как бы, мотивацией, которая вам помогла. Да. Ну, вы и добились, и продолжаете это делать. Вот, вот скажите, Александр, случалось ли вам испытывать на себе такое, скажем, испытание славы, да, когда вас знают, когда вы известны, когда вы выигрываете бой за боем. Вот, как не возгордиться, и как вот этот баланс выдержать? Что, как бы, я знаю, что вы перед каждым боем выходите, вы молитесь, у вас есть такой определенный, да, наверное, какие-то стихи любимые из Писания. Вот, как не возгордиться, да, я повторюсь, и понять, что Господь все-таки тоже содействует. Как вам это удается? Да, ну, это был путь, это был путь, и вот то, что вы сказали, обозначили в определенный момент, это присутствовало также и во мне, да, я, то есть, когда ты выступаешь на ринге, в прямом эфире, вот так, это уже определенный статус, и, ну, журналисты, они берут у тебя интервью, фотографы, тебя приглашают на различного рода мероприятия, там, все остальное, и ты думаешь, ага, вот это хорошо, это так будет продолжаться всегда, да, и ты уже где-то, так бы, как бы, свысока немного на всех смотришь, вот так, это присутствовало у меня, да, но, как сказать, Господь приземлил, да, через трудности пришлось пройти, чтобы это поняли, да. Какой у вас, у вас жизненный девиз, и вот с каким таким вот внутренним, скажем, таким формулировкой внутренней вы идете по жизни? Человек, каждый человек кузнец своего счастья, вот так, как ты хочешь в жизни, вот так оно у тебя и будет, если ты будешь предлагать усилия, не сдашься, это не зависит, с какой ты семьи, в каких ты условиях вырос, сейчас, если ты хочешь, если ты поставил определенную планку, вот так, то ты достигнешь определенных успехов, высоких даже успехов или результатов, а те люди, смотрите, человек, который хочет, он ищет возможность, а тот человек, который не хочет, он ищет причины, да, что, ай, не буду бегать, потому что, ай, холодно на улице, мороз пошел, снег пошел, мороз настал, снег пошел или дождь пошел, или все, то есть человек найдет тысячу причин, чтобы мне что-то не делать, вот так, ну, а если ты принял решение, ты будешь платить цену, ты будешь платить цену, у всего есть своя цена. За каждым успехом, за каждой жертвой, да, есть цена. Да, то есть она, по телевизору все это, ну, красиво выглядит, ну, то есть, когда там спортсмены выступают, да, кто-то побеждает, награждение, ему там пояс одевают, руку поднимают, там все, да, это, конечно, это, ну, то есть все эти эмоции, которые тебя переполняют в этот момент, словами не описать, но очень многие, большинство не понимает и не знает, что за этим стоит, какой труд, это бессонные ночи бывает и такое, это когда у тебя тело ломит, и ты не можешь заснуть после нагрузок, после физических, вот так, и не дай бог, конечно, еще травмы во время боя, это просто, ну, выбивая тебя на долгое время из колеи, и поэтому я радуюсь очень каждой победе. Можете вспомнить свою первую победу? Что вы ощутили тогда? Какие эмоции вас переполняли? Мне было тогда, сколько мне, 14 лет было? Первый бой вы выиграли в 14 лет. Да, первый бой я выиграл, а второй проиграл, второй проиграл бой, вот так, ну, меня переполняли, конечно, ну, то есть эмоции, я был рад, я радовался, но второй бой... Ну, для подростка это же вообще... Ну, конечно, конечно, да. И я его, я помню этот первый бой еще, я его помню, я его не забыл, я его выиграл нокаутом, этот первый бой свой, вот так, и, ну, классно было время, да, классно. Александра, приходилось ли вам чем-то жертвовать на пути? И вот, есть ли принципы, которыми вы никогда не поступите в своем служении, в своей работе, в своей профессии? Ну, жертвовать... Чего вы придерживаетесь, скажем, да? Жертвовать приходится... Каждый день, наверное, да? Каждый день и всем, и не только в спортзале, например, и в общении с людьми. То есть, да, каждый человек, по большому счету, он эгоист, каждый человек. И я прошел через определенные трудности, чтобы это понять. Да, и ты, 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 вот эту, эту тотальную войну против эгоизма, ты не выиграешь никогда. Вот так, потому что человек, он был, он был, есть и остается дальше эгоизм. По своей природе. Да, но ты можешь побеждать этот эгоизм или лень даже, да? Ты можешь побеждать день за днем, да? Да, если ты будешь меняться, если ты там, например, не только в свою корость чего-то будешь хотеть, а также будешь жертвен, и будешь также, ну... К другим людям. Где во благо будешь делать определенные вещи во благо других людей. Это у многого, это многого стоит. Скажите, пожалуйста, если бы вам представилась возможность выбирать, да, вы бы что-то изменили в своей жизни? И представляете ли вы себя, скажем, в какой-то другой области? Ни в спорте, ни в этой профессии? Да, определенные моменты я бы, конечно, изменил. Определенные моменты изменил, но, например, те условия, те жизненные условия, та жизнь, через которую я прошел, та сложная жизнь, она сформировала меня. Вот так, и я являюсь тем, кем я являюсь. Может быть, это наоборот на благо вам пошло? Именно благодаря тем жестким условиям, да, в которых я вырос, через которые я прошел. Но также есть и другие, так сказать, жизненные ситуации были, где я бы, надо было по-другому поступить, но я поступил так, как я поступил. Вот так, они у каждого человека имеются. Но самое главное, подытоживать все, делать, черту подводить и двигаться дальше. Скажите, пожалуйста, Александр, как вы восполняете свои силы? Наставал ли момент, когда хотелось бросить или нет? Или такого момента не было? Еще в юношеском возрасте у меня было такое, ну, желание, то есть, может, не надо заниматься спортом, ну, может, там, вот такое вот. Но переосиливало это, прошел через эти времена, то есть, и уже в зрелом возрасте нет, таких мыслей не было. Хорошо, что вы тогда приняли это ключевое решение, потому что, действительно, от одного решения может зависеть вся жизнь. Вот в вашей жизни, я понимаю, главный человек это был, кто сыграл эту ключевую роль, это ваш тренер. Или были еще люди, на которых, скажем, вы равнялись, которые вам помогали, направляли вас? Да, да, это мой тренер был. Человеку в любом возрасте нужны учителя, или советники, я бы сказал. Учителя нужны в юном возрасте, да, потому что нас всех научили читать, писать, обуваться, одеваться, да, вот так. Другие учителя нас научили пить, курить, матюкаться, ругаться матом, да, то есть, это же научили тоже, кто-то научил тебя. Вот так, а уже в зрелом возрасте один в поле не воин, поэтому тебе надо и в зрелом возрасте определенные учителя или советники, да, добрые советники, которые тебе могут подсказать, которые тебе могут указать определенный путь, да, потому что один в поле не воин. И тебе нужна команда, я, например, когда в ринге выступаю, мне нужна команда, людей проверенных, команда, на которых ты, вот то, что он тебе говорит, например, тренер или секундант, и ты можешь ему доверять сто процентов, потому что он тебе не просто тебе рассказывает что-то, а ты ему доверять, и благословенные такие люди, которые имеют вот таких вот добрых советников в своей команде, вот так, будет тогда успех. А кто вас окружает, кто ваши друзья или, может быть, близкие, кто вас поддерживает обычно? Мой тренер, это первый такой мой, так сказать, советник был или ментор, да, как правильно выразиться. Потом, когда я в Москве тренировался в ЦСКА, это был Владимир Саныч Лавров, заслуженный тренер еще Советского Союза, вот так, он 28-го года рождения, кстати. И, ну вот, пастора своего, с пасторами общаюсь, да, то есть для меня, он мне, он старше меня, он помогает мне, дает совет какой-то, как правильно сделать, поступить в той или иной родной ситуации, да, то есть каждому человеку нужны вот такие вот советники, добрые советники в команде. Да, наставники даже можно назвать, которые также помогают, но про это действительно очень важно в определенный момент жизни опереться на кого-то, кто может тебе помочь, да, как-то выправиться, если ты упал, поддержать тебя. Да, и, конечно, слава Богу. У нас остается совсем немного времени, Александр, и давайте мы попробуем подвести итог нашей беседы. Много было сказано, много ценных таких зерен, я верю, для зрителей наших, уроков веры, шагов веры вы поделились, спасибо вам за это. Какова ваша собственная формула успешного призвания Господу, успешного служения? Как вы для себя это определяете? То есть никогда не сдаваться, никогда не сдаваться, как бы тяжело ни было, то поверь, эти времена пройдут, тяжелые времена пройдут, будут и благословенные времена, но и не радуйтесь сильно, но эти времена тоже пройдут. То есть нужно такой с холодным рассудком ко всему подходить. Да, 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 и поэтому только так, терпение и труд все перетрут, только высокой ценой достаются победы, цена побед велика, вот так, поэтому не сдавайтесь, прилагайте усилия, и дорогу силит идущий, я бы так сказал. Спасибо вам огромное, Александр, мне было очень приятно с вами встретиться сегодня, пообщаться, узнать вас поближе, и спасибо за тот свет, который от вас исходит, спасибо, что делитесь своим опытом богатым, и мы желаем вам новых побед, новых целей, новых мечтаний, и, конечно, новых высот, которые обязательно достигнете с Господом, я верю, и всем вокруг, которые вас окружают людям, вы действительно являетесь как миссионер, как благовестник, и пусть так дальше продолжается. Спасибо вам, дорогие телезрители, что были с нами, берите эти уроки веры, применяйте их на практике, и будьте благословенны, это была программа «Формула успеха», оставайтесь вместе с нами.